Есть очень даже много зарубежных выступающих, но мы не знаем их цели, какие они цели преследуют. Вот недавно то, что случай в Турции, там поймали вообще не мусульманина, но он вел роль алима, роль имама. Он выступал, он рассказывал людям об исламе, но этот не был даже мусульманином. Его целью был раскол среди мусульман. Мы все знаем, в сутки у нас 24 часа. Из этих 24 часов, сколько времени мы тратим ради удовольствия Всевышнего Аллаха, во благо Ахирата, и сколько времени мы тратим для этой мирской жизни. Из 24 часов, скажем мы, час у нас уходит максимум, грубо говоря, на пятикратный намаз. Намаз, оставшееся время, на что мы тратим, ради чего мы тратим. Скажем, мы утром встали на намаз, намаз совершили, покушали, позавтракали, 8 часов вышли на работу. До вечера мы поработали, пришли домой. Пришли домой, вот в вечернее время, что мы делаем? Есть же у нас свободное время. Вот, к примеру, если возьмем месяц Рамадан. В месяц Рамадан каждый из нас находит время пойти на ночной намаз, совершить джамаат-намаз и таравих-намазы. У нас на это уходит где-то 50-40 минут. Но кто-то скажет, это месяц Рамадан, это аура месяца Рамадан, и за это нам так легко. Но если так подумать, у нас же у всех есть это время. Просто мы это время тратим на что-то другое. К примеру, человек сидит в телефоне, листает Инстаграм, смотрит вообще бесполезные ролики, просто свое время убивает. А за это перед Всевышним Аллахом с нас будет спрос. За каждую минуту, которую мы провели без пользы, не поминая Всевышнего Аллаха, за это будет судный день спрос перед Всевышним Аллахом. И, как мы сказали, в месяц Рамадан, раз мы находим время, значит у нас есть это время. Просто мы тратим его на что-то другое. Просто в кругу, друзья, сидим, пьем чай или смотрим сериал, и вот так мы убиваем свое время. Хотя у нас есть много чего важного, что мы должны сделать. Минимум возьмем пойти в мечеть, совершить за имамом коллективный намаз. Мы все слышали наверняка хадис посланника Аллаха, где говорится, тот человек, кто совершит ночной намаз за имамом, он получит вознаграждение, как будто он совершил поклонение половину ночи. А кто совершит еще утренний намаз за имамом, то тот получит вознаграждение, как будто он совершил ибадат, поклонение, бодрствовал всю ночь. Такую милость Всевышний Аллах дал именно уме пророка, алейхи салату ассалам. Совершит он два намаза за имамом, уйдет где-то приблизительно полчаса сорок минут, и за это человек получает вознаграждение, как будто он часами совершил ночью ибадат, поклонение Всевышнему Аллаху. Вот такую возможность мы упускаем, дорогие мои братья. Вот месяц Рамадан мы все ходили, совершали таравих намаз. Давайте же дальше тоже так же продолжим. Если у нас месяц Рамадан сорок минут уходил, сейчас у нас уйдет пятнадцать-двадцать минут, совершить намаз и пойти спокойно домой. Пусть Аллах нам поможет в этом благом деле Аллах. Второе, за что будет спрошен судный день, о теле, как он отнесся к нему. Всевышний Аллах нам дал здоровое тело, здоровые руки, ноги, глаза, уши, рот, чтобы мы могли общаться, чтобы мы могли изучать Куран. За это будет спрос перед Всевышним Аллахом. Всевышний Аллах спросит за это с нас. И мы все знаем, некоторые наши братья и сестры умудряются портить свое тело, принимая всякие ненужные вещества, наркотики, употребляя алкоголь. И человек получает двойной грех. Во-первых, он ослушался Севышним Аллаха и употребил те запретные вещества. Во-вторых, он принес вред своему здоровью. А здоровье, то, что Аллах нам дал, это оман от Всевышнего Аллаха. Это доверенные нам. За это будет спрос перед Всевышним Аллахом. Вот когда один алим проходил, он увидел одного человека плачущим. Он подошел к нему и сказал, «О, мой брат, что с тобой случилось? Зачем ты плачешь?» И этот брат говорит, «Я плачу за свою бедность. Я бедный, но у меня нет ни одной монеты». И тогда этот алим говорит ему, «Вот у тебя есть рука, ты готов продать свою руку за определенную сумму?» Этот человек говорит, «Нет, я не продам, мне рука нужна». Также дальше спрашивает этот ученый, этот алим, «Вот у тебя есть глаза, ты готов один глаз хотя бы продать кому-нибудь?» Этот человек говорит, «Нет, я же должен видеть». И также дальше спрашивает этот алим. И потом говорит этот алим ему, «Вот видишь, ты самый богатый человек. На самом деле мы самые богатые, дорогие мои братья и сестры, кому дал Всевышний Аллах это здоровье». Вы просто элементарно спросите у человека, прикованного к постели, что бы он хотел сделать. Этот человек скажет, «Хотел бы я без чьей-либо помощи стать, сделать хотя бы пару шагов, совершить намаз». Но нам, здоровым людям, Всевышний Аллах дал этот ниамат. Так давайте же ценить это, это благо от Всевышнего Аллаха. Если мы не будем ценить, то Аллах в любой момент может забрать. За один миг Всевышний Аллах может забрать у нас здоровье. Азан Аллах. И мы должны благодарить за это Всевышнему Аллаху. Как мы должны благодарить? Как языком, как мы говорим, «Аль-хамду лиллях», так и должны мы телесно тоже благодарить Всевышнего Аллаха, исполняя повеления Всевышнего Аллаха. Пусть Аллах нам поможет в этом повелениях Всевышнего Аллаха. Это за что будет спрошен второй судный день перед Всевышним Аллахом. И третье, за что будет спрошен, за знания, которые он получил, следовал ли он этим знаниям. Но прежде чем следовать знаниям, мы должны изучать эти знания, мы должны брать эти знания. И брат тоже ни у кого попало, ни из интернета, ни откуда-то с других мест, а из уст должны мы получать аллима, ученого человека. Как это нам передал наш любимый пророк, алейхи салату ассалам, от пророка с подвижником, от подвижников таби'ином, потом таби'у таби'ином, потом с аляфу с алихином. Вот так дошло до нас, от наших шейхов, устазов, аллимов, донес до нас нашу чистую религию. Вот так же мы должны изучать из уст алимов, а не брать эти знания с интернета непонятно, у кого мы это берем. Есть очень даже много зарубежных выступающих, но мы не знаем их цели, какие они цели преследуют. Вот недавно то, что случаю в Турции, там поймали вообще не мусульманина, но он вел роль алима, роль имама. Он выступал, он рассказывал людям об исламе, но этот не был даже мусульманином. Его целью был раскол среди мусульман, разделить ум у пророка, алейхи салату ассалам. Вот так, дорогие мои братья и сестры, мы не должны рисковать. Мы должны ревностно относиться к нашей религии. Так как Умар, ас-хабр, алейхи Аллаху, говорит, Ваша религия, говорит, это ваша кровь и плоть, вы смотрите, кого вы его берете. Следуя словам Умара ас-хаба, мы же должны хотя бы узнать, когда мы берем какие-нибудь знания, кем является этот человек. В общем, мы знаем ли этого человека, какую цель он преследует. Из-за этого мы должны быть осторожны, дорогие мои братья и сестры. И также мы сказали, надо следовать знаниям, тем знаниям, которые ты обучился, ты знаешь. В хадисе посланника Аллаха, алейхи салату ассалам, тоже говорится, стремление к знаниям, изучению религиозных знаний, это является обязанностью каждого мусульманина. Мы обязаны минимум необходимое знать. Минимум то, что мы сказали, и вот столпы имана, как мы должны верить в единого Аллаха, его пророков, сифаты Всевышнего Аллаха, качества, атрибуты, присущие к Всевышнему Аллаху, не присущие Всевышнему Аллаху, точно так же качества, присущие пророкам, это минимум то, что необходимо, мы должны знать. И точно так же столпы ислама, как мы должны совершать намаз, что нарушает намаз, как мы должны совершать омовение, точно так же пост, что нарушает пост, какие условия для соблюдения поста, то же самое закат, то же самое хадж, минимум необходимый, мы должны знать, дорогие мои братья и сестры, о своей религии. И точно так же, как мы изучили эти знания, мы должны донести до наших братьев и сестер. Все думают, что это обязанность имама, донести до людей истину об исламе, это обязанность имама. Говорить о запретном и остерегать от запретного, думают все, что это работа только имама. Нет, мои дорогие братья и сестры, это обязанность каждого мусульманина. Каждый будет перед Аллахом отвечать за своего соседа, который не совершал намаз, который не соблюдал пост, за своего брата, за свою сестру, за своего родственника. Если он знает, что Аллах, Всевышний Аллах, сделал обязательный пятикратный намаз, обязательный пост в месяц Рамадан, то он должен этому говорить и своих братьев и сестер, напоминать им, говорить, о мой брат, почему ты оставляешь намаз? Это же обязанность, то, что возложил на нас Всевышний Аллах. Это же хотя бы минимум, мы же можем говорить нашим братьям и сестрам, напомнить им. Это обязанность каждого из нас. Четвертое, за что будет спрошен судный день, о заработке. К большому сожалению, многие наши братья и сестры, когда устраиваются какую-нибудь работу, не думают, этот заработок их не дозволен или запретно они заработали. И этим самим они кормят своих детей, и дети растут на этом запретном. И в итоге мы хотим, чтобы наши дети были послушными. Как же они будут послушными, если мы будем их кормить запретным? Не будет этого. Для этого, из-за этого, дорогие мои братья и сестры, мы должны максимум обратить внимание на заработок. Как мы зарабатываем? Получаем ли мы эти деньги дозволенным путем или запретным? На это мы должны обращать внимание. И от этого зависит наше богослужение тоже. Если мы будем употреблять запретные, то наш иман будет ослабевать, и наш иман, наше поклонение тоже будет слабым. А если мы будем принимать только дозволенные, то нам легче будет совершать благие деяния, благие поступки по велению Всевышнего Аллаха исполнить. Нам будет легче на много раз. И многие не думают насчет процентов. Хотелось бы напомнить, мы все знаем, Всевышний Аллах запретил расставщичество, так как Всевышний Аллах в Куране говорит, сурату Ба'кара, 275 аят, «Ва халля Аллаху аль бай'а у харрама риба». Всевышний Аллах дозволил нам торговлю, и Всевышний Аллах запретил расставщичество. В хадисе посланника Аллаха, алейхи салату ассалям, говорится, грех за осознанное употребление одного дирхама из расставщичества больше, чем грех совершенный зина. 36 раз совершенный зина, это говорит, чем это 36 раз совершенный зина, больше греха человек получает, если он хотя бы один дирхам отдаст под проценты, или получит под проценты. До такой степени большой грех человек получает, если он принимает, если он участвует хотя бы в договоре, где заключают, где дают под проценты деньги или где же принимают эти деньги. К примеру, на сегодняшний день нам предлагают разные банки, на три месяца в долг дают, потом уже, если в течение трех месяцев мы не сможем выплатить этот долг, то уже идут проценты, а это является запретным. Многие думают, вот три месяца у меня же есть, я же могу вернуть, и за эти три месяца я могу этот 50 тысяч обратно вернуть. Но там изначально, если есть договор, что если после истечения этих трех месяцев, что там начисляются уже проценты, то в этом случае является запретным. Многие пользуются такими картами, такими услугами, к большому сожалению, из-за своего незнания. И также мы должны обращать внимание на закат. Закат является пятым столпом ислама. Это тоже как намаз Всевышний Аллах сделал обязательным. Закат полагается с бизнеса, если у человека есть определенное количество доходят прибыли. Точно так же с крупно-рогатого скота, с мелко-рогатого скота. Есть, конечно же, закат ульфитр с каждого человека, то, что выплачивает ответственность за свою семью в месяц Рамадан перед праздничным намазом, перед праздничным днем. Это тоже является обязанностью. К большому сожалению, многие братья и сестры об этом даже не думают, даже внимания не обращают. И посланник Аллаха, алейхиссалату ассалям, нам говорит, вы сохраняете ваше имущество, выплачивая закат. Выплачивая закат, вы сохраняете ваше имущество. Вы лечите, говорит, ваших больных, посланник Аллаха, алейхиссалату ассалям, раздачей милостины. И третий говорит посланник Аллаха, вы удаляйте от себя беды, вызывая к Всевышнему Аллаху. Прося у Всевышнего Аллаха, вы удаляйте от себя беды. Дай Аллах нам всем следовать истине и остерегаться от ложного. И да поможет нам Всевышний Аллах во всех благих делах. И да убережет нас Всевышний Аллах от запретного. Вальхамду лиллах и Раббил алямин.